Людмила Прокопьевна, здравствуйте! Вы настоящая театральная героиня, народная артистка России. В вашем репертуарном листе множество ролей разноплановых, разножанровых. Откройте секрет, как вы добились этого успеха, а самое главное, как вы считаете, успех приходит заслуженно или это воля случая? У меня, такой банальный, все дается очень большим трудом. Вы знаете, я когда сейчас иногда прокручиваю свою творческую жизнь, вообще свою жизнь, и я понимаю, что, конечно, театр забрал у меня очень существенную часть моей жизни. Я, когда приехала в Рязань, прошло уже несколько лет, ну, может быть, даже лет пять, а я знала только, ну, самые большие три улицы в Рязани. И я где-то первые три-четыре года я даже не была в Константиново. Потому что, когда работаю, в принципе, ничего больше нет. Ну, это черта характера. И поэтому вот, а поскольку работы было достаточно, поэтому практически голова, ну, все было подчинено этому. И даже семья, несмотря на то, что двое детей, и когда я приехала сюда, старшей дочерью было всего три года, потом через шесть лет родилась другая дочь, я теперь понимаю, насколько они были обделены вообще женской лаской, материнской лаской, вниманием. Потому что в основном было, чтобы они были накормлены, чтобы все было, чтобы проверить уроки, а уже после второго класса даже это исключалось, только потом, там, быстрый просмотр. Ну, в общем, вот такие какие-то казарменные, я бы даже сказала, отношения. Поэтому, если говорить о том, вот, как так сложилась моя творческая судьба, это, конечно, с большими житейскими потерями. Но это я ощущаю сейчас. Тогда мне казалось, что вообще по-другому жить нельзя. Но, тем не менее, у вас много ролей, где вы сыграли потрясающих матерей. И, вероятно, это тоже, да, помогло? Нет, вы знаете, как раз удивительный такой момент, я всю свою жизнь, ну, не всю свою, во всяком случае, очень большую часть какого-то своего творчества я играла, наоборот, женщин, таких женщин, ну, не вам, но, во всяком случае, женщин, которых обожают мужчины, которые повелевают им, которые играют ими. И это были в основном западная драматургия. И вдруг, когда 7 лет назад я получила первую роль возрастную, такую, ну, как бы я играла маму, но играла маму, опять же, западные драматургии, это другие мамы совершенно, это не наши мамы. И когда я получила роль в спектакле «Вышел ангел из тумана», ну, я понимала, что этот момент должен настать, до сих пор у меня вызывает эту улыбку. Почему? Потому что сыграно, ну, ну, такой репертуар западной драматургии классической, и тут просто пьеса человеческая, добрая, драматическая, о маме, русская женщина-мам. Такого теплого отклика от зрителей, которые до сих пор пишут, пишут, у меня не было, я начинаю с меня, удивительные дела, такие масштабные работы, с успехом шли все, я как бы была многими довольна. Но вот такой теплоты, чтобы в зрительном зале сидели не просто женщины, для которых, понятно, вот какая-то житейская ситуация может вызвать эмоции, а сидят молодые люди 17 лет, 20 лет, и это вызывает у них какую-то боль и слезы, такого не было. Вот удивительный такой перевертыш. Людмила Прокопина, ну вот вы всегда выглядите потрясающе, всегда в реподнятом настроении, сколько вот вас знаю уже, всегда огоньки озорные в глазах. Наверняка это еще из-за того, что у вас очень тесные отношения со сценой, с которой вы уже на протяжении 45 лет, в Рязанском театре драмы. Расскажите, какие у вас с ней взаимоотношения, кто кому дарит энергию, помогает, и бывают ли какие-то, может быть, разногласия? Знаете, оно все началось очень-очень давно, очень-очень давно, с моего приезда сюда. Ну, тогда были совсем другие времена, поэтому, когда я приехала, у театра не было возможности снимать мне квартиру, несмотря на то, что меня приняли очень тепло, и я сразу стала работать. А жила я в театре. Я жила в театре, где потом был буфет, ну, в общем, жила в театре. И вечером, когда никого не было, уже здесь горели только вот дежурный свет такой, я вот сюда выходила, смотрела в зал. Это невозможно, чтобы вот такой большой зал, аншлаги. И вот я, вот это вот ощущение вот этой необыкновенности зрительного зала и меня, вот мне кажется, что это началось оттуда. Для меня сцена это, ну, громкие слова, но это действительно святое. И вот когда вы говорите, подтянута, оно действительно, я, вот у меня такой рубеж, я могу там посмотреть в зеркало в коридоре, в гримёрке. Вот я как выхожу и делаю первый шаг за кулисы на сцену, я не знаю, что со мной происходит. У меня внутри такая собранность сразу. Я практически никогда не сижу за кулисами. То есть я не могу сидеть, я должна стоять. Даже если не моя сцена, там какой-то период, потом я выхожу на сцену, я не могу сесть, для меня так вот сесть, это я, значит, так что-то выпустила. Поэтому вот это пространство сцены, не самой сцены, а закулисные сцены, начинают закулисные сцены. У нас был помреж один, когда я выходила, она мне потом говорила, Люда, ты знаешь, вот ты идёшь, и я вот так вот выпрямляюсь. Потому что ты всё время такая собранная. Поэтому это тоже уже такое отношение, привычка. Я не знаю, нас так воспитали. Сейчас вы работаете над главной ролью в вашем спектакле «Бенефиси» «Голливуд. Крупным планом». Расскажите, как и кто выбирал пьесу, как приглашали режиссёра, как выбирали. Видимо, после того, как Леонид Алексеевич Подосёнов, художник, расстроился увидеть меня в роли пожилой женщины, я год назад, он мне звонит и говорит, послушай, у тебя юбилей. Давай вот прежним составом поставим, возьмём пьесу, поставим спектакль. Я говорю, ну, в принципе, наверное, это возможно, поскольку, поскольку, как бы, я знаю, что планировался какой-то спектакль поставить на мой юбилей. Он говорит, ну, вот, прочти вот эти вот пьесы. Я прочла. Пьесы неплохие, да. Я говорю, ну, ладно, давайте. Буквально через несколько часов Лёня звонит и говорит, нет, нет. Посмотри вот этот фильм, вот это. Я этот фильм видела. Я видела его много лет назад. Я в трубку закричала, да, 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 да. Поэтому вот наша встреча, она совершенно не случайна. Это было тяжело. Многолетние уже. Многих лет вот эта вот дружба. Хотя мы так не общались, мы не поздравляли друг друга с праздниками. Но вот эта вот совместная работа, она уже, она уже нас так завязала, так привязала. Поэтому, когда я увидела Леонида Алексеевича, я его даже не сразу узнала. Начались репетиции. Вообще, сам факт, то, что мне, вот, в моем возрасте выпало такое счастье, работать над материалом, который мне так близок, он не бытовой. Ну, актеры бывают разные. Я не бытовая актриса. Даже вот в спектакле «Вышел ангел из тумана» с одной стороны быть, но с другой стороны не совсем. Поэтому, эта пьеса не бытовая. И, конечно же, как мне кажется, ну, вот для актрисы моего возраста там есть все. Вот все, что я хотела бы. Все, что я хотела бы, вот, прослужив столько лет в театре, с чем я хотела бы выйти, иногда такое ощущение, что есть какие-то моменты, которые, они вообще про меня. Ну, как бы разные ситуации, все, но, но, но что-то есть очень важное в этой роли, что я бы, я бы лично хотела сказать зрителям. Вот пять лет назад, приблизительно, в одном из интервью вы говорили, что вы бы хотели сыграть про любовь. Если говорить о тех потерях, которые, как бы, которые мне пришлось пережить, ну, и личных, и в творчестве, это как раз вот момент спектакля про любовь. Получилось так, что счастливые случаи одновременно в один сезон пришли я и в будущем тоже народный артист России Виктор Прист, Царство ему небесное. И тогда, ну, так скажем, было на кого ставить. Была пара, которые бывают не всегда в театре. Это такая ситуация, когда актеры подходят внешне, голосово, по внутреннему темпераменту. Ну, когда они подходят, и когда они выходят на сцену, зритель видит, что как хорошо, чтобы они были вместе. Это пара. И вот, несмотря на то, что я играла потом любовь и с другими актерами, но все-таки парой мы были вот в свете призом. Но, к сожалению, он ушел из жизни. И для меня практически вот эта история спектакля про любовь мужчины и женщины закончилась. И поскольку, поскольку я уже говорила, была западная драматургия в моем репертуаре очень часто, то режиссеры тогда стали брать пьесы, где женщина возрастная и какие-то взаимоотношения с мужчиной намного моложе. Ну, собственно говоря, и последний вот этот спектакль это тоже та же любовь. С моей стороны, безусловно, но назвать это вот любовью женщины и мужчины вот в том понимании, в каком, я думаю, вы мне задали вопрос, такого, к сожалению, с уходом Витя Приза. У меня нет, и оно не могло бы, не могло бы. А ждете кого-то конкретного на премьеру? Вот именно эту роль вы бы хотели сыграть для кого-то? Вы знаете, у меня, мои дети, ну, безусловно, они как бы любители театра, а старшая дочь, она еще и замужем за режиссером. И в их семье, в принципе, театр, это, ну, неопъемлемая часть. Наверное, с год назад, поскольку, поскольку вот эта пандемия, она мне пишет, я очень расстроена. Была в Ленкоме на спектакль Королева Аквитанская. Ваш спектакль мне понравился больше. А речь шла о спектакле «Лев зимой», где мы играли как раз с Витей Презом. Я здесь ничего не поняла. Играют замечательные актеры Чурикова, замечательные певцов. Но о чем этот спектакль? Совершенно непонятно. Это говорит, пишет человек, который, ну, как бы не первый раз пришла в театр. Еще обидно, что режиссер Памфилов. На что я отвечаю? Ну, ты же понимаешь, что он кинорежиссер. Поэтому он по-другому воспринимает сцену. Ты вспомни Тарковского, который поставил «Гамлет». Это режиссер, кинорежиссер и драматически это разные истории. На что она пишет? Говорит, очень обидно. Вышла из театра, как сходила в магазин. Вот. Ну, и, конечно же, приедут дочери. Я не знаю, сумеют ли их мужья, совершенно замечательные, но приедут внучки. У меня три внучки и два внука, но внуки еще совсем маленькие. А внучки, я так думаю, что да. Они, безусловно, конечно, мне хотелось бы, поскольку, возможно, это последний бенефис моей жизни, мне, конечно, хотелось бы, чтобы пришли мои коллеги из тех театров. бывшие чиновники, которые мне оказывали очень большую помощь, тогда, когда я была председателем Рязанского отделения союза театральных деятелей. И была, они действительно очень много помогали. И возникновением вообще премии, то, что вот сейчас на зеркале сцены премии актерские, тогда это было благодаря этим людям. Насколько это получится, я не знаю. Но хотим. Ну, вот раз мы заговорили как раз про СД, вот расскажите, сейчас помимо театра у вас существуют какие-то еще дополнительные творческие проекты? Успеваете что-то делать? Понимаете, вот я говорила уже, что я ощущаю, что очень большой кусок моей жизни в связи с театром у меня как бы так прошел для меня не совсем плодотворно, так скажем, то с одной стороны я, конечно, пытаюсь не то, что больше читать, но, может быть, вдумчивее как-то переосмысливать какие-то вещи. Счастливый момент. Да. Да. И наступил такой момент, я вообще очень ответственная человек. Вот почему всегда захожу, всегда собрано все это. Это очень ответственный момент. Вот наступил момент творческий, когда хочется больше безответственности и радости от самого процесса. Это плохо получается, потому что вот бессонные ночи, но тем не менее я стараюсь во всяком случае на данном этапе репетиционном не нагружать себя ответственностью за результат и получать удовольствие от того, что происходит непосредственно сейчас на площадке. Хочу пожелать здоровья, легкости. Спасибо. Пусть этот будет бенефис далеко не последним, множество ролей и простой гармонии и счастья жизни. Вам большое всем спасибо за то, что так долго меня слушали. Редактор субтитров Корректор А.Егорова